Здравствуйте, Христос Воскресе! В эфире программа «У книжной полки» и ее ведущая Наталья Казанцева. Ангел земли русской, заступник за землю русскую пред престолом Божий. Так называют преподобного Сергия и почитают его как одного из самых любимых близких сердцу святых. С тех пор, как имя преподобного Сергия просияло на русской земле, выросло немало людей, которые, вдохновляясь житием святого, становились смиренными, добрыми, милосердными и достигли больших высот в духовной жизни. После того, как было составлено первое житие преподобного, его не раз переписывали и переиздавали различные авторы. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию одно из последних изданий жития. Небольшая, но очень красиво оформленная книга вышла в свет в издательстве «Летопись» и называется «Истинный воин Христа» преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троица Сергиева Лаура. Эта книга, по словам издателей, предлагает не только жизнеописание преподобного Сергия, но является своего рода путеводителем по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре и ее окрестностям. Первая часть знакомит с житием преподобного Сергия и его святых собеседников. Вторая часть посвящена истории монастырей, основанных учениками и собеседниками преподобного – Савина Старожевского, Кирилла Белозерского, Можайского, Лужицкого и других. Особую часть составляют описания храмов и соборов Свято-Троицкой Сергиевой Лавры с указаниями главных святынь, находящихся в них. Для паломников прилагается справочная информация. Автор-составитель книги Галина Павловна Чинякова – член Союза писателей России, лауреат премии города Москвы. Автор более 50 статей по культурологической и искусствоведческой тематике и 34 книг о географического, историко-художественного, культурологического содержании, в том числе и академических изданий. Среди них – жизнеописание старца иеросхемонаха Стефана Игнатенко, воспоминания о старце Николая Гурьянове, учитель покаяния, жизнеописание епископа Игнатия Брянчанинова, слезы матери и другие. В предисловии этого издания Галина Павловна пишет «Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных – иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды – разница в славе», писал святой апостол Павел христианам Каринфа. Множество ярких светил просияло на духовном небосклоне нашего Отечества, но есть среди них такие, которые создали вокруг себя целые созвездия, осветившие и осветившие русскую землю. Таким светилом является преподобный Сергий Радонежский, ученики, собеседники и последователи которого обратили глухие лесные пустыни в центры духовного просвещения народного, растопили мрачные ледники языческих верований, сделали Русь поистине святой, огромным храмом служения Господу Иисусу Христу и Пресвятой Богородице. Неслучайно русский север именуют Северной Фиваидой, то есть символическим образом грандиозной древнеегипетской пустыни, воспитавшей величайших святых христианского мира. От свечи, которую возжег Радонежский подвижник, загорались духовные светильники по всей великой русской земле. Преподобный Сергий Радонежский – один из самых почитаемых русских святых. Скромный, смиренный монах завоевал глубокую любовь многих поколений русских людей. А чего же так произошло? Уже при жизни преподобного к нему приходили многие паломники из различных стран и городов. В числе приходивших были и иноки, и князья, и вельможи, и простые люди, на селе живущие. Как отмечал Василий Осипович Ключевский, в наше время так же, как сотни лет тому назад, люди из самых разных слоев русского общества притекают ко гробу преподобного со своими думами, мольбами и упованиями. Государственные деятели приходят в трудные переломы народной жизни, простые люди, в печальные или радостные минуты своего частного существования. И этот приток не изменялся в течение веков, несмотря на неоднократные и глубокие перемены в строе и настроении русского общества. Старые понятия истекали, новые пробивались или наплывали. А чувства и верования, которые влекли сюда людей со всех концов русской земли, бьют до сих пор тем свежим ключом, как били в XIV веке. Так размышлял Ключевский. Личность преподобного Сергия, примирявшего враждующих и успокаивавшего мятежников, по мнению Галины Павловны, особенно важна для нас в дни, когда всё более и более усугубляется рознь мира сего. О жизни преподобного мы узнаём из его жизнеописаний, самое раннее из которых составил Епифаний Премудрий, ученик великого русского святого, спустя 26 лет после его смерти. В течение 20 с лишним лет с великой тщательностью старался Епифаний собрать воедино как свои собственные записи, так и воспоминания людей, близких преподобному Сергию, или очевидцев описанных им событий. Текст заканчивается описанием кончины преподобного. Составленное Епифанием жизнеописание своего наставника не дошло до нас в полноте, но легло в основу всех будущих житейных сказаний об игумене Троицкого монастыря. Если совсем кратко говорить о жизни игумена земли русской, то можно отметить следующие моменты. Родился он в селе Варницы, недалеко от Ростова Великого. Впоследствии на этом месте в 1427 году ростовским архиепископом Ефремом был устроен Троицы Сергиев в Варницкий монастырь. Родители угодника Божия, хотя и считались боярами, но жили своими трудами, были благочестивыми, глубоко верующими людьми. Именно их второму сыну Варфоломею было суждено прославить Россию своим монашеским именем Сергий. Уже до рождения мальчика Господь чудесным образом известил, что ему предстояло стать великим угодником Божиим и верным служителем Святой Троицы. Когда родители отошли ко Господу, Варфоломей вместе с братом на горе Маковце поставили церковь, которую осветили во имя Жимоначальной Троицы. Это было в 1340 году. Этот год можно считать годом основания Троицы Сергиевой Лавры. Всего 23 года было Варфоломею, когда игумен Митрофан постриг его в монашество с именем Сергий в честь римского святого первохристианских времен. По словам Епифания Премудрова, преподобный Сергий был первым иноком, постриженным в той церкви и в той пустыне, первоначальным в той обители, но конечным своей мудростью, начальным по счету, но конечным своими трудами. Это был первый инок в том месте, положивший начало иноческим подвигам и ставший образцом для всех остальных насельников той обители. Подробнее о жизни святого читайте на страницах этой книги. «Поминайте наставники ваши», заповедует апостол Христов, и подражайте вере их. Как говорит один из составителей жития преподобного Сергия, архиепископ Никон Рождественский, во исполнение этой заповеди апостольской мы творим память великого наставника нашего, преподобного Сергия. Литургическая память преподобного Сергия в основанной им обители совершается в день его блаженной кончины, в день открытия его святых мощей, в день его монашеского пострига, именин, который приходится на день памяти мучеников Сергия и Вакха, а также празднование явлений Пречистой Девы преподобному Сергию. А 16 мая в возрожденном ныне Троицеварницком монастыре под Ростовом празднуется память о рождении преподобного Сергия. Дорогие друзья, эту книгу и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Я с вами на этом прощаюсь и желаю, как всегда, интересного и полезного для души чтения. Всего вам доброго! До свидания! Христос Воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok